Умники и умницы. Лига Индиго, вся российская интеллектуальная развлекательная игра, становится все популярнее по всей стране. Наринмар не исключение. Соревнования проводятся уже больше года и набирают все большее количество участников. Кто правил от лидеров? По аплодисментам сразу понятно. Молодцы. В этом зале ни одного свободного места. Здесь собрались люди из абсолютно разных сфер деятельности. Объединяет их одно азарт и активная жизненная позиция. Лиги Индиго в Наринмаре всего год, но желающих пораскинуть мозгами настолько много, что интеллектуальные застязания проводят в три дня. Игра включает в себя задания по типу брейринга, своей игры с только одному крокодила Элиаса. Лига Индиго – соревнования для людей с активной жизненной позицией интеллектуалов и разносторонних личностей. Приходят люди, объединяются в команды, друзья, знакомые, коллеги. Они объединяются в команды, отвечают на вопросы различные, аудио, видео, логика, эрудиция и тому подобное. И в итоге, по итогам пяти раундов, определяется победитель, который в итоге награждается по окончании игры. Игра состоит из шести раундов. Разминка, песни, общественное мнение, буквы, своя игра и творческий конкурс. На размышления и обсуждения в командах каждого вопроса игрокам дается одна минута, после чего переходят к следующему. По окончании каждого раунда бюллетени с ответами команд передают счетной комиссии, которая и оглашает победителя. Число игроков от встречи к встрече невероятно растет. Даже посреди рабочей недели провести время с пользой и размять мозги, игроки идут, не задумываясь. Ну, хочется победить когда-нибудь, однажды, наконец-то уже. Нам очень нравится, нам нравится, что это отдых после работы, хотя приходится много думать, совещаться, но это общение, прекрасный досуг, и мы реально здесь отдыхаем. Рано или поздно мы станем победителями. Они такие каверзные вопросы всегда готовят, и мы стараемся отвечать. Борьба за призовые места по-настоящему затягивает. Участники команд к битве умов готовятся задолго до встречи. Считают литературу, решают различные интеллектуальные задачи. Провести время с друзьями, коллегами, единомышленниками в неформальной обстановке и получить заряд бодрости и взрыв эмоций может каждый. Самое главное – иметь желание. Любовь Пермякова, Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».